Многократное увеличение случаев заболевания вирусной пневмонией в Дагестане, о том, как это заболевание может быть связано с коронавирусом, и какие меры предпринимать в случае обнаружения симптомов, нам рассказала заведующая отделением пульмонологии Республиканской клинической больницы Мадина Шапиева. Мадина Магмедовна, скажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация в центральной больнице именно с теми пациентами, у которых диагностирована вирусная пневмония? Их число выросло? Число пациентов с вирусной пневмонией, конечно, выросло, поскольку сейчас у нас такая ситуация эпидемиологическая связана с гриппом, контагиозность сегодняшнего вируса очень высокая, поэтому передаваемость вируса очень высокая, поэтому заболевает большее количество людей. Количество поступлений увеличилось, это по той причине, которую я сейчас уже озвучила. Есть еще одна причина, по которой поступления госпитализации увеличились, это потому что люди сейчас стали более внимательнее относиться к своему здоровью, при появлении первых симптомов они обращаются к врачу, как связан COVID и вирусная пневмония. Вирусная пневмония, она была всегда, она была и в предыдущие годы, бывали такие эпидемии, это, если вы помните из истории, была типичная пневмония, потом был пик пневмонии, связанной с гриппом АН1Н1. Пневмонии вирусные всегда протекают, как правило, тяжело, с ними немножко сложнее бывает справляться, потому что у вируса немножко как бы свой ход развития и течения. Но та ситуация, которая сегодня, она, конечно, отношение с вирусом, который распространился по всему миру, она, конечно, с этим тоже связана. Алгоритм действий людей, которые подозревают у себя вирусную пневмонию? Надо говорить, наверное, даже не алгоритм действия при подозрении на пневмонию, а алгоритм действия вообще при изменении самочувствия человека. Если изменяете самочувствие, появляется слабость, кашель, сухая температура, одышка. Ну, любые симптомы, которые отклоняются от здорового состояния, необходимо, прежде всего, обращаться к участковому врачу. Уже после осмотра участкового врача решаются вопросы, какие делать обследования. И если есть подозрение на пневмонию, как правило, назначается рентгенобследование или КТ-обследование легких. Судя по той информации, которая в соцсетях гуляет, и по настроениям людей, многие ринулись делать компьютерную томографию. Скажите, пожалуйста, ваш совет, стоит ли делать это до назначения врача? Очень часто есть такая ситуация, когда человек стал сегодня температурить, и он тут же бежит делать контрольную томографию. И, как правило, конечно же, в первый же день, если он только заболел, первый симптом – кашель появился или температура, изменения на компьютерной томограмме может не быть. И может получиться так, что, сделав компьютерную томограмму, человек может успокоиться, вот у меня ничего нет, и не обратить должного внимания своему состоянию. Вирусная пневмония, она может протекать бессимптомно? Например, без самого, по-моему, такого главного симптома – это без высокой температуры. Все-таки пневмония должна иметь свои симптомы. Это лихорадка, это одышка, это кашель. Может быть, не всегда, но одышка, температура, слабость – это, как правило, вот эти три симптома. Мы сталкиваемся с тем, что есть пневмония без кашля, либо это редкий кашель, но при этом есть изменения в легочной ткани. Вирусная пневмония чуть-чуть имеет такие свои особенности, но чтобы не было никаких симптомов – это нет. Как в этих условиях не проморгать заболевание, но при этом не впадать в панику? Нужно иметь средства защиты, да, одевать маски, стараться не контактировать с тем, кто заболел, не выходить, не гулять, чтобы общение было сведено к минимуму. Это нужно соблюдать прежде всего. Но если, конечно, уже что-то случилось, то тогда паниковать не нужно. Просто нужно внимательно, аккуратно и с ответственностью отнестись к себе, потому что если ты заболел сам, то ты можешь быть источником ухудшения состояния находящегося рядом человека, родного, близкого, в семье или на работе. Должна срабатывать не только своё отношение к себе, но и немножко такая вот, наверное, ответственность за близких нам людей. Продолжение следует...